На часах половина второго самый разгар летнего солнечного дня. Термометры в центре Бурнаула показывают 30 градусов. Достаточно провести несколько минут под палящим солнцем, кожа тут же покрывается потом и даже становится трудно дышать. Вот даже приятный ветерок не всегда спасает, поэтому пойду-ка лучше в тенек. Оказалось, что найти свободный тенек не так-то просто. Во всяком случае, на центральных аллеях и площадях города подобных мест очень мало и те уже заняты. Тот, кто помоложе и посмелее, за прохладой стремятся в фонтаны. Как водичка? Вообще здорово. Лето освежает и бодрит. Прям супер. Освежиться и взбодриться не прочь голуби. Стайка пернатых облюбовала космос. А вот сотрудникам горзеленхоза недоводных процедур. Их рабочий день начинается в половину седьмого утра, когда воздух еще относительно свеж и не так жарко, и продолжается до последней травинки на клумбе. Водичку пьем, отдыхаем, ходим иногда на 10 минут в день. Но этого достаточно? Ну да. Мы же привыкли. Тому, кто не привык, жару лучше переждать дома, советуют медики. В целом же массовых обращений за помощью в лечебные учреждения нет. Специалисты говорят, люди научились самостоятельно контролировать свое здоровье. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, в зависимости от погоды корректируют дозу лекарственных препаратов. Постоянный контроль необходимый транспорту. Общественный ходит без перебоев. По заверению водителей, в прошлом остались машины, которые кипели. Технически исправная машина, она не должна греться. Насколько комфортно пассажирам в салоне? Никто не жалуется. Ну, бывает жалуется, если что-то закрыто. А так вроде. У нас еще в Лязово по-божески есть автобусы. Вот эти большие, которые там намного душнее, чем у нас. Небольшой дождь с грозой придет в краевую столицу к выходным. А с понедельника вновь безоблачно. И до плюс 30. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости.